Свиной грипп ведь это не новый вариант гриппа. Он вызвал пандемию где-то в 2009-2010 годах. И, конечно, ничего нового в его клинике нет. Грипп просто это тяжелая инфекция. И у ряда людей он протекает тяжело с высокой лихорадкой, с интоксикацией выраженной, и с теми симптомами, о которых вы сказали. В этом ничего нового нет. Это не какие-то новые появления. Просто мы за два с половиной года пандемии, за предшествующие две зимы, как-то отвыкли от гриппа. Потому что те мероприятия, которые применялись против ковида, они и на грипп действуют. Но вирус, естественно, совсем уничтожен не был. Он продолжал циркулировать, он адаптировался. И ждал момента, когда можно снова из засады, так сказать, вылезти. И это в этом сезоне произошло. Мы это видим потому, что происходило в наше лето в Южном полушарии, где была зима в наши летние месяцы. И прежде всего в Австралии, в Новой Зеландии. Это всегда является предвестником того, что будет в нашей стране и в Северном полушарии зимой. То есть, с ноября по март. Мы видим, что там заболеваемость гриппом, скажем, в той же Австралии была выше самой высокой за последние пять лет. И поэтому это заставляет ожидать такого же подъема и в странах Северного полушария, к которым относится и Россия. Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!